Покемошлайф Сначала подготовим инструменты и материалы. Здесь показан лишь минимум того, что потребуется. Еще нужны будут станки и побольше, доктор. А вот и сами материалы. Основное это ПВХ, он же полистирол, разной толщины. Но понадобятся и другие штуки. Выпилили верхнюю часть главной рамы из оргстекла. Из ПВХ делаем передний капот. Для этого вырезаем прямоугольные заготовки и склеиваем космофеном. Разумеется, потом все скругляется и шкурится. Вот заготовки для кабины. Канцелярский нож и полистирол. Главное точно разметить. Склеиваем кабину тем же космофеном. Пока не обработанно выглядит грубо, согласен. На Калужском машиностроительном заводе создаются новые машины и механизмы для железнодорожного транспорта нашей страны. Ну вот, кабину подровняли и поставили на палубу. До кучи запилили силовой каркас главной рамы. Теперь приступим к детализации нашего тепловоза. Смонтировали жалюзи на двери капота. Из медной проволоки изготовили поручни разного номинала, например, поручень кабины машиниста. Не забыты ручки дверей капота. Впереди сделаны прорези, через которые можно наблюдать холодильник. На крыше капота разместили имитацию съемных люков и выпускную трубу. Общий вид нашего героя на данном этапе. Жалюзи на дверях из плотной фольги, которые выдавливаются тупой чертилкой. Прожекторы из футляра от фломастера. Подножка у кабины из жесткого картона. Вот еще вид аппарата с кормы. Фактически можно переходить на следующий этап – грунтовку модели. Тарам! Тепловоз загрунтован. Теперь он выглядит намного лучше. И окрасили кузов правильной зеленой краской. Этот процесс сродни волшебству. Модель внезапно преображается и выглядит просто потрясно. Что скажете? Здесь важно правильно выбрать колор, чтобы комар носа не подточил. Но как же рама? А она тут как тут. Полистирол, оргстекло, какая-то постелалка и даже колесные пары. Удивительно, насколько они кажутся маленькими по сравнению с самоваром. Тем не менее, все по Станиславскому. В смысле, по масштабу. Заготовки под буферные фонари. Поставим-ка кузов на раму с колесными парами. So beautiful! Кстати, мы еще сделали подножки по бокам. Вот, прошу вас. Вид сзади. Обратите внимание, подножка есть, а двери в кабину нет. Кто скажет, для чего такая фича? Нос нашего героя. Буферный брус. Брутальный, чуть менее, чем полностью. Корма нашего героя. Простенько, но со вкусом. Боковой бок нашего героя. Какие же махонькие колеса. Просто микронезия. А так наш герой выглядит сверху. Чем-то напоминает самолет, не так ли? Тепловоз ТГФ-2 предназначен для тяжелой маневровой работы. Он может передвигать состав весом до 700 тонн. Основной силовой элемент любого локомотива – главная рама. Сейчас мы смотрим на нее снизу. Продольные и поперечные балки, которые скреиваются космофеном. Верх главной рамы. В центре сюжета настилалка из неведомого нам материала. Важно, что его рифленая текстура очень удачно вписывается в концепцию. Жаль, что колесные пары мы не имеем возможности выточить из металлического металла. Полистирол, картон и электрод в качестве оси. Кстати, электрод – отличное решение для этой цели. Мы рекомендуем своим пациентам. Начали стеклить кабину машиниста. Каждое стеклышко вырезается отдельно и вклеивается в оконный проем. Довольно муторное занятие, но необходимое. И изготовили дополнительные боковые брусья для экипажной части. Они крепят колесные пары по типу челюстных букс. Welcome back! Буксы Ивановны. Элемент рессорного подвешивания с цилиндрическими пружинами и самими листовыми рессорами. Элегантный внешний вид и все такое. Ура! Предварительно окрасили фронтовые листы буферных брусьев. А это буферный фонарок с отражателем из фольги. Световые приборы на корме тепловоза. Прожектор тоже с отражателем и стеклышком. Джентльмен спросит, а как же интерьер кабины? Извольте. Вот, пульт Машека пока еще без приборов. Мы решили сделать отдельный пол в кабе чисто по фану. Чем больше приборов, тем лучше, так у нас говорят. Со шкалами не стали заморачиваться, ибо все равно толком не видно. Интерьер кабины на минималках. Сделали бы больше, но время, как обычно, не хватает. Главные воздушные резервуары. Выточены из дерева и окрашены. Время красить поручни. Мы юзаем красную краску, но, возможно, лучше серебряга, как по-вашему. Смотрите, какая красота. Ходовка почти завершена. Ставим поручни. Увы, нет проволоки нужной толщины. Приходится заниматься дичью. Спаивать вдвое прутки меньшего диаметра. Во, тепловоз-то какой, а! Остались некоторые детали. Еще одна фоточка. Поручни, конечно, такие себе. А все по причине отличного снабжения. Фух, выкрасили поручни полностью. И важно, сделали автосцепки СА-3. Ходовка также доработана. Добавлен ящичек у кабины. Отсутствуют декали. По этой причине пришлось вырезать буквы цифры из самоклеящейся пленки. Все вручную, друзья. И машина готова. Смотрите, взаимные размеры модели и автомашина Москвич. Новая модель. Друзья мои, тепловоз, несмотря на скромные размеры, вполне себе уникален. Он выпускался Калужским заводом почти полвека. С 1960 по 2008 годы. И только представьте, всего добрые фермеры сумели изготовить 9159 машин. Аппарат с гидропередачей и предназначен прежде всего для работы на путях различных заводов, фабрик, газет, пароходов и так далее. Под капотом спрятан четырехтактный дизель о шести цилиндрах мощностью 220 лошадиных сил, именуемый 1Д6. Конструкция пациента оказалась столь удачной, что тепловоз даже отправляли на экспорт. Польшу, Чехословакию, ГДР. Мы рады, что сумели увековечить в пластике столь уважаемую серию. Если джентльмен хочет узнать о ТГК-2 больше, пусть подивится на еще один фильм об этой машине, уже настоящий. Ссылочка будет на экране. Ну вот, еще один ролик подошел к завершению. Однако перед этим, как обещали, топ-5 ваших названий для супертепловоза ЧМЭ-5 с токоприемником из предыдущего муви. Давайте выберем из этих названий и лучшие. Благодарим всех, принявших участие в конкурсе. Посоветуйте, пожалуйста, какую модель локомотива сделать в будущем. Спасибо большое всем за просмотр. Всем удачи и до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok